И ёвчиков, народ! Всем привет, я как всегда, я Градус, и знаете что? Я всё так же спустя года остаюсь фанатом серии Plants vs. Zombie. Растение против зомби, и вышла новая карта по мотивам этой игры. Смотрите, тут даже Дэйв старина есть. В эту карту уже успел поиграть фикс-плей, и мы с фиксаем одновременно попросили его скинуть эту карту, потому что мне хотелось затестить, что это за новый режим. Карта полностью автономна, и в неё можно играть в одиночку. Тут всё уже подготовлено и проработано. Так, я беру горохострел, с правилами я ознакомился, всё очень просто, и я начинаю, собственно... А подождите, а что мне Дэйв расскажет? Эй, хочешь больше слотов под растения? Ну, допустим, хочу. Не волнуйся, исключительно для тебя у меня есть скидка 0%, всего лишь 500 баксов. Спасибо, Дэйв, но сегодня я, видимо, откажусь. И, кстати, что ещё необычно, я редко снимаю на этом канале с вебкой, но сегодня настроение такое, что эту карту хочется пройти, показывая все эмоции. Чтобы посадить растения, нужно убедиться, что у вас хватает солнца, и выкинуть семена. Я так понимаю, солнце у нас это вот такие звёзды Незера, и бросать нужно вот так, и таким образом засаживать свою поляну. У нас тут есть соседи, вижу, их огороды уже давно не поливались, и, походу, зомби мозги их-то съели. У нас с первого уровня, всё как по канонам игры, есть только одна полоса, на которую мы и сажаем наши горохострелы. Так, пока у меня есть время, нужно собирать ещё солнышки, на первом раунде их, в принципе, только можно добыть естественным путём, когда оно добывается непосредственно, падая с неба. Потом у нас уже на втором уровне появляются подсолнухи, ну и так далее, вплоть до, я не знаю, там, гриба погибели. Не знаю, есть ли зомби-босс, но вот обычные зомбари точно есть. Как оно пойдёт до финала, не знаю, но попробую пройти эту карту до конца. Если не за одну серию, то хотя бы за несколько. Как я это всегда любил делать в роли летсплея. Первая волна у нас ничего не примечательного, поэтому я предлагаю просто дождаться, пока она пройдёт. Я её быстренько пролечу. Ну, собираю солнышки и, естественно, кидаю вот так вот, сажая горохострелы. Волна приближается, оп, 4 против 4, но это тоже будет просто. И первая волна пройдена, появился флажок, а это значит победа. А, 76 долларов мы заработали, этого, к сожалению, мало ещё для того, чтобы открыть ещё 3 слота, которые вот у меня, собственно, и заблокированы. Я могу их как-то... Нет, я не могу их даже выкинуть, выложить. Они у меня просто спавнятся в инвентаре. Так, зато появляется подсолнух. А это значит, что сейчас должны появиться дополнительные дорожки. И новая сложность. Вперёд сразу на второй день. Я знаю некоторые лайфхаки. Хочу вообще сказать, что лучше вначале сажать солнышки впереди и делать их как защиту своеобразную для горохострела. Потому что у нас всё равно сейчас нету стена ореха, а так будет более эффективно, что ли. Хотя, не то чтобы сложно пройти первую волну, это самое лёгкое. Вот, ну, буквально первый день с обучением, пока мы получаем все стартовые ресурсы, это ж буквально просто халявное прохождение. Так, а где у меня? О, всё есть. Надо быстрее засадить, быстрее засадить. Куда? Вот сюда. Так, 100 монет есть. Теперь кидаем сюда. А я подсолнухов, что ли, мало посадил? Нет. Вроде с подсолнухами у меня нормально всё. Давай ещё сюда. Ошибка. Ошибка. Я сюда не посадил растения. Но газонокосилки могут даже ускорить, если что, раунд. Потому что они быстрее съедают зомбарей. И можно даже не ждать потом финальную волну. А вообще, помните те старые добрые времена, когда Влад и я пережили столько приключений? Я даже скучаю за теми временами, поскольку вдвоём всегда было веселее. У нас было своё противостояние. А здесь я один-одинёшенько и, в принципе, должен противостоять всем этим жопным приключениям. Но сам, в принципе, не привыкать. Мне хочется быстрее вот этих вот интересных механик, когда вот, например, вишня появится. Вот тогда и заживём. Хотя нет, подождите, волна приближается. Ну, окей. Давайте посмотрим, как тут пройдём. Всё, простейшая волна. А, и мы заканчиваем. Переходим на следующий уровень. 154 доллара. Но Дэйв зажлобился. Сделал для меня невероятную скидку в 0%. И поэтому не урчи, злой Дэйв. Вот что ты мне в чате злую рожицу-то кривляешь? Не всё так просто с халявными слотами. Но зато появляется вишнёвая бомба. А это значит, что сегодня мы будем делать гигантский взрыв. Фигачим дальше. Подсолнухи. Начинаем с базы. Ой-ой-ой. Подобрать? Не, знаете, в чём прикол? Пока я тут, в принципе, готовлюсь, расскажу вам, чё и как тут. Сама, я так понял, карта построена без модов. Всё, что мне было необходимо для того, чтобы поиграть в это, это скачать ресурс-пак, всё сделать по настройкам, как мне, ну, было указано в книжечке. И всё. Почему это вот тоже своего рода уникальная карта? И почему хотелось поиграть? Потому что интересно, как реализованы механики без модов. Были у меня моды на квилд. Вот эти новые навороченные вот фабрики, фордж, неофорджа. И обычные, самые первые на форже. И вот прям вот так на ваниле. Я, кажется, не помню вообще, кто-то выпускал до этого или нет. Это, кажется, первый такой опыт. Вот, ещё интересно. Смотрите, какая механика не проработана. У растений нет перезарядки по времени. То есть я могу засадить хоть всё моментально. Это, кстати, первое упущение, которое я заметил. Волна приближается. Ребят, вы меня не напугаете. Хотя зомби с конусами. Они даже здесь такие упоротые. Почему-то в Майнкрафте это самое смешное для меня. Я смотрю на ведра и конусы, они как-то смотрятся так, ну, тупенько. Стоит ли мне... Давай, ладно, взорву вишенку. Вот это... Ой, а что я выки... Подождите, я куда-то выкинул горохострелы? Я полностью выкинул пак? Это ж ненормально. Почему горохострелов нет? А, стоп, а если я подбегу к флагу? Чё? Я прошёл волну раньше времени? Это чё, багаюз какой-то? Походу, всё-таки у карты есть свои нюансы. Видимо, раунд можно пройти ещё до того, как он закончится. Ладно, я не против. Пропустим пока что более простые раунды. То есть, смотрите, я подхожу к финалу. Нет, стоп, смотрите, флага нет. Интересно, а тогда как это работало? То есть, всё-таки мне нужно чего-то дождаться, чтобы победить. Возможно, как раз той самой финальной волны. Но я больше не буду... Это нечестно, я считаю. Поэтому мы больше так лазейку эту использовать не будем. Мы будем только сразу по делу. А вот я немного завтыкал. Придётся сдержать этого зомбаря. Потому что я тут разглагольцовал. Тут у нас уже как-никак 5 линий. И на каждую что-то надо. А чё, нет? Не хочет? Так, ладно, посадили. По солнышкам у нас небольшой недочёт. Так, держимся, держимся. Подбираем солнце. Любые, которые падают. Вот я вначале заговорился. Всё, Градус, отдыхай. Теперь на тебя зомби, блин, прутся отовсюду. И ты не успеваешь. Это, возможно, будет даже посложнее, чем с Владом. Стоп, а чё за палка? Подождите, чё за палка у него? Он перепрыгивать будет? Это... Да, это зомби с прыжком. А? А как быть? А как быть? Он съел. Он съел моего чувака. На тебе ба-ба-ба-бах. Подождите, а если стенорег сюда поставить? Он долго его будет грызть? Я думаю, долго. Ну, мне подсолнухом не хватает. Видимо, придётся взрывать всё. Но представьте, вы накопили кучу солнца. У вас дофигища вишнёвых бомб. И ты можешь просто устроить адскую бомбардировку. А! У меня первая газонокассетка поехала. Но это не очень хороший знак. Ладно, я пропущу и этого. Так, нам надо сюда поставить. Какое-то непрофессиональное, неспортивное поведение, Градус. Чё-то очень много упущений. А стенорегу хоть бы хны. Вот этот стенорег вообще непонятно, когда он закончится. Потому что на него смотришь. У него невозмутимый взгляд. Опа, волна приближается. Но мы бабах устроим. Мы по-любому устроим бабах. Немного читерно на то, что у меня нет перезарядки на стенорег, я считаю. Хотя нет, смотрите. Я кидаю. Оно не берётся. Нет, и это продумали. И это продумали тоже. Ну давайте тогда вишню засадим. Бах! Всё, парни, лежать. Лежать плюс кровь пить. А чё, а тут будет какое-то мероприятие происходить? У нас, я не понимаю, что зомби залагал. Ты ничего не можешь? В чём твоя проблема? Да сожри ты уже тот подсолнух. Всё, бахнули его. Конец. Следующий раунд. 287. Дэйв, готовь свой слот. О, мне дали лопату. Я, значит, могу выкапывать какие-то растения и идти дальше. Ну, есть лопаты, идём копать. Вопросы? Нет вопросов. Нету? У вас есть вопрос? У меня тоже нет вопросов. Чё вообще выжившие вы там после VPN? А ну-ка, я пока... О, это бонусный раунд. Я в детстве очень любил бонусные раунды. Это же стены орехи для боулинга. Йооо. Сюда. Я, получается, могу их кидать вообще сколько хочу, да? А, они мне будут выдаваться в рандомном порядке. Да, просто падают, я их собираю. Пока буду проходить этот бонусный раунд. Народ, чё там у вас вообще в итоге? Кто, что, как, вообще, при каких обстоятельствах сидите на Ютубе? У кого не лагает, вам вообще повезло, в принципе. Жизнь прекрасна. У кого, конечно, лагает, там печально. В целом, конечно, чуть меньше смотрят ребят нас, но, в принципе, я лично не отчаиваюсь. Как я и говорил, ролики выходили, выходят и будут выходить. Э, подождите, 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 подождите. Чё-то он как-то слишком бодренько против... Чё-то они вообще бодренько идут. Подождите-ка, я не справляюсь. Бро, легче, легче. На ведра, кстати, много чуваков надо. Так, всё, закидываем. Там чё-то будет попадать, чё-то не попадать. Оно вообще так далеко полетело. Они когда-нибудь вообще останавливаются или будут катиться до самого барьера? Давай с конусом. Пошёл под раздачу. Давайте, вы для меня кегли в боулинге, не более. Это, пожалуй, будет самая весёлая битва. В том плане, что катись, а ну, колобок, куда покатишься. Йоу, ещё минус. Сюда. Да, просто я не знаю, страйк я выбить не смогу. Сколько можно максимум за раз выбить? Четыре. В этот раз четыре получилось. Давайте подождём, пока они подбегут. Ну, это не может быть конец, правильно? Вот, ещё четвёртый появился. Смогу ли я выбить, я не знаю, там пять зомби? У меня кажется, рекорд четыре здесь. И давайте-ка запустим. Ну, в этого запущу не получится. Ну, давайте в этого. Раз. Два всего лишь. А если в этого? Раз. Три. Так, там три было. Окей, 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 окей. Так, пока... И рано ещё сдавать позиции. Сюда, сюда. О, вот здесь где-то шесть штук было за раз. Нормально идём. Взрывной стенориях для боулинга. Это ж прям вообще мастхэв. Прям бубух, толпу вынесем. Но пока не хочу суперорехи использовать. А смысл, если я и обычными справляюсь? Это какой-то отдельный случай, когда на волне все просто попрутся за раз. Ой, вот тут-то тоже был хороший сейчас. Вылетело просто с одного, я не знаю, штук шесть снова. Сюда на базу. Как же я эпично играю в эту игру. Сюда. Хотя у меня по факту да просто только есть огород, который я бегаю, тут просто пять, пять линий отбиваю. Вот единственное, что отличается от основного геймплея, вот если считать не то, что это Майнкрафт, а в целом просто, то, что со стороны сверху непривычно смотреть. Я вот сколько уже играю, я прям чувствую эту непривычку по сравнению с тем, как обычно раньше было. А ну-ка, здесь толпа, здесь толпа, давайте. Бубух, есть. А ну-ка, хренак сюда. Сюда хреначим. Сюда хреначим. Всё, минус. Победа, победа. Ее, победа после обеда. Сюда, на базу. Триста пятьдесят два. А сколько мне еще не хватает до следующего? Опа, картофельная мина. Берем картофельную мину. Так, стенорехи и взрыворехи, это мы положим сюда. Я не думаю, что будет честно брать его в следующее испытание. А у меня, по сути, остается только один свободный слот. Уже скоро, Дэйв, там мне действительно понадобятся деньги на это все. Не теряем время. Я сразу сажаю. Будет время у нас еще поговорить, там, обтереть вопросики. Я хочу сказать чат. Я же вообще стримить еще начал часто. Ребят, если вы на Твиче еще не зарегались, там, не знаю. Заходите на Твич. Мы там тоже стримимим и летсплей по вампирам, и в целом какие-то посиделки. И градмайны, не градмайны. Просто я буду игры разные стримить. Если у вас будет желание, залетайте на Твич. В трансляции оно как-то, ну, не знаю, больше, поживее. Хотя в последнее время чат летит так, что я не все сообщения успеваю читать. Все будет, опять же, закреплено в комментарии или в описании под видосом. Стенорех сюда поставим. Так, что еще где тут у нас есть? Успели? Подождите. Опять какой-то баг произошел. У меня пропали подсолнухи. Если это будут все подсолнухи, которые у меня есть, это может плохо закончиться. Так, давайте поставим сюда. Я сюда буду мало бегать. А что делать в такой ситуации? Нет, реально, у меня просто пропал подсолнух. Вместо пятерых у меня четыре. Будем выкручиваться, что остается. Давай сюда, Стенорех. Я сейчас буду выстраивать здесь два ряда. Это будет у меня самая уязвимая линия. Я не знаю, есть ли смысл сюда теперь ставить кого-то, кроме картофельных мин. Ну вот, есть у меня, например, горохострелы, да? А что дальше? Я буду держать эту волну теперь, когда у меня нету подсолнухов. Опа, волна приближается. Здесь будут просто картофельные мины. Все, решена проблема. Так, сюда Стенорех. Сюда горохострел. Так, одно компенсируем на другом. Картофельную мину. Он съест картофельную мину до этого или нет? Картофельная мина еще не вылезла. Я сейчас поставлю Стенорех. А, на нем перезарядка. Ее не видно еще. Все. Подавили. Ну, победа. А после этого раунда, я не помню, что-то выпадает или нет. Ну вот на следующий раунд мне должно хватить денег. Йоу. Да! Есть! Ледяной горохострел. Что, 6 слотов заняты. Дэйв, готовь свой товар. Шестой слот скоро понадобится. Пожалуйста, тут что угодно. Пропади что угодно, только не подсолнух, если какой-то баг происходит. При всех таких возможных багах, это, ну, неплохая карта. Особенно, если у вас компы нетребовательные. Каждый, ну, опять же, каждый может поиграть. Берите качать. Пожалуйста. А если я вот так вот сделал, да? Да? Смотрите, 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 смотрите. Смотрите. То есть, я могу бросать вот так вот горохострелы. Это читерно. То есть, я буду просто бегать. Бац, один есть. Да? Бац, встал. Да, они сами еще садятся. То есть, я бегаю. А это лазейка. То есть, ты можешь таким образом какой-то чит своеобразный сделать. Но только я сейчас уберу. Мне нужно сейчас, чтобы конкретный посад... Ай, конкретный не посадился. Это плохо. Так, мне нужно еще сколько? Успею, успею, успею. Не успел. Где-то я лоханулся, но где конкретно, непонятно. Но пофиг. Сажаем еще подсолнухи. Почему бы и нет? Был бы еще какой-то магнит, который бы притягивался солнца. Потому что бегать... Наверное, не знаю. Может, на F5 бегать. Так будет удобней? Ой, все. Пошла прибыль солнца. Я прям чувствую, вот если два ряда делаешь. Денег хватит абсолютно на все. Ну, на первых раундах точно. Ну, я до сих пор считаю это первые раунды. Потому что мы не отправились ни на задний дворик. У нас, кстати, там он, видите, выглядывает бассейн. На крыше, кстати, тоже, по идее, должны быть раунды. Продумали ли это? Финал. А ну, удивит меня чем-то финал или нет? Вот я бомбу ставлю. Все, минус волна. Тут перепрыгнул, но толку мало с этого. Еще стенорех. Ой, точнее, горохострел. Горохострел еще один. А, я, кстати, не применил ледяной горохострел. Но он стоит 200. Эффекта нет. Я не вижу эффекта. Накладывается он или нет. Но замедление было видно прям. У-у-у-у. Тут дивиденды пришли. Ну, засаживаем последнее все, что есть. Просто сейчас добьем волну. Просто расколбасим ее по полной. Раз, два. Тут еще кинем. А теперь побежали быстренько собирать. Оно все само посадится. Есть. Ну и последний отлетает просто уже за другими. Подбираем. 523. Привет, Дэйв. Я вернулся к тебе с хорошими новостями. Я готов купить твой слот со скидкой в 0%. Все, слот разблокировался. Эй, хочешь больше слотов под растение? Ну да, хочу. Не волнуйся. Исключительно для тебя у меня есть скидка 0%. Всего лишь тысяча. Ох ты, щедрая душа. Ладно, как-то переживу. Но зато у меня есть чомпер. Чомпер имба. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ускоряемся. Ускоряемся. Так, есть. Пошел первый. Удачно еще угадал со слотом. Так, а будут подсолнухи больше? Давайте, давайте, давайте. Сюда остался. А, нет. Сюда. Вот на этот слот. Мне нужно два ряда солнышек. Сюда дивидендики. Вкладывайтесь в подсолнухи. Это светлое будущее. Светлое будущее, если в нем много денег. Правильно? Поэтому. Ой-ой-ой. Не-не-не, чувак. Не-не-не. Блин, нет. Все, все, все. Пошла к коту под хвост. Моя тактика. Нужно сейчас менять быстро все. И сажать сюда. Пока не съели эту полосу. О, съел. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Съел. Съел, съел. Добей его, добей его, добей его. У меня нету. У меня нету. Так, ладно. Эти пока я дадил подсолнухи. Подсолнухи своеобразная защита. Нет, съели еще подсолнухи. Чемперы сюда. Все, есть прям. Укреплена волна. Ай, кого-то съели? А, это мой чемпер съел. Сюда, обжорик. Я так много говорю сюда. Просто я уже не знаю. Это у меня так постоянно после твича. Сюда, сюда. А я не могу центр кинуть. Ладно, кидаю вот так. Я не то кину. Все, минус, взрыв. Ладно, погнали стенорейхи сажать. Точнее, горохострелы. Наверное, самая база нужна сейчас. Какие волны у меня тут еще поедают? Вот эти. Нужны чемперы на каждую линию. Так, картофельную мину вот сюда зарядить. Успеваю. Да нормально, справляемся. Так, эти тупят почему-то. Ну, если они тупят, мне это только на руку. Так я прошел волну. А что я дальше сажаюсь? Победа! Что мне в этот? Я не понимаю. Каждый раунд? Да, двойной горохострел. Каждый раунд что-то дается. Я, наверное, не применяю ледяной горохострел. Он мне в целом-то и не нужен. Я, наверное, его уберу. Ну, двойной горохострел дорого. По сути, если слишком дорого, то лучше как будто вообще не брать. Я, наверное, сейчас попробую протестировать двойной горохострел. В принципе, это же намного лучше, чем обычный. Вот только копить на него долго. Первый появился. Давайте деньги, 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 деньги. А сколько чемпер стоит? Чемпер 150. Сюда. Хватаем этого зомбаря за шкирку. А вот здесь сразу два. Они еще и быстрые. Заразы. Так, все, есть 100. Ставим сюда. А, я не то посадил. Я не то посадил. Сюда кидаем и бабах. Все, минус 7. Как раз немного выиграли время, чтобы еще подсолнухи посадить. Еще стен орешек сюда. А горохострелы? А мне сейчас еще чуть-чуть и хватит на двойной. Сразу. Вот. Давай, раз, два. А не понимаю, это двойной так лисит? Он просто ускоренный или что? Чемпера сюда. Он как раз будет пережевывать тех самых одинаковых зомби на этой волне. И вот еще. Ой, волна приближается. На. Есть. Ведра снес. Нужен еще один чемпер. И мне хватает. Окей. Сюда, зомби, получай. Не дойдешь. А этот чемпер ты собираешься вообще доставать? Как-то большой радиус немного. Не, достают. Но я думаю, приближаемся к концу этой волны. Тут пока новые зомбари не появлялись. Мне интересно, как будет выглядеть зомби с газетой. По идее, у нас только сейчас есть четыре вида зомби, если не ошибаюсь. Если не считать зомби с флагом. Это зомби с палкой, обычный зомби, зомби с конусом, зомби с ведром. Как гаргантюа здесь выглядит? Вот это вот главный вопрос. Ну, у меня прям очень много денег. Поэтому грехами не воспользоваться и не повзрывать. Успеют они что-то сделать или нет? Съедят мне это растение? Да, блин, съели. Не успел. Но в целом вы можете посмотреть на то, как тупые зомбари пытаются проникнуть в мой дом, чтобы съесть мой прекрасный, гениальный ум, который умудрился защититься от них с помощью обычных садовых растений. В мою неприступную крепость им не дойти, потому что их просто как лохо взрывают. Подождите. Мы так не договаривались. Во-первых, у меня пропало два слота. Что за... Почему у меня пропало два слота? Они когда-то вернутся? Можно, пожалуйста, исправить эту ситуацию? Почему они просто безвратно пропадают? Последняя вишневая бомба на сегодня. Давай, 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 давай. Куда, куда? Вот сюда, вот сюда. Будущее. И победа. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Что у нас тут? Ледяной горохострел. А, это двойной. Ну, нам, кстати, за этот раунд ничего не дали. Но за следующие что-то должно быть? По-любому в следующем появляются, скорее всего, новые зомбари, из которых будут падать новые приколямбы. За первый раз мы прошли сколько? Десять дней? Где-то так. Десять дней, десять волн. Ну, неплохо. Сколько волн впереди, это уже предстоит узнать, если вы влепите лайки. Знаете, я не знаю, сколько ребят, конечно, теперь нас не смотрят, в отличие от того, как было до блокировки. Но давайте попробуем набрать, я не знаю, просто влепите лайки, если вы за то, чтобы выходила эта рубрика дальше. Ну, а также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать в это сложное время видосы, если это помогает. И на Twitch переходите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok